всем привет сегодня я хотел бы с вами поговорить опять про карантин это своего рода такая вторая часть конечно я понимаю много шуточной информации обо всем этом про этот карантин про этот вирус это конечно все хорошо много фейков хорошо это нехорошо это я не знаю я первую часть когда выпустил про карантин не сразу же один мой знакомый прислал много много ссылок на всячески всевозможные видео все их видел всех я хорошо понимаю но как я понимаю да не понимаю знаю что очень много людей к этому относятся ну по-другому сказать как у хуистически больше никак не скажешь одни говорят что в италии кошмара какой все умирают другие говорят что там нет ничего в этой талии что в германии что в италии в италии где бы там не было что в россии кто-то говорит что это фейк полный кто-то говорит что дошло даже до того что будет война скоро у нас это один из немецких политиков чё-то там наобъяснял все кошмар на нас все нападут нас уничтожат ребята я конечно все понимаю во что верить и как я сам честно говоря не знаю чему верить где правда где вранье хрен бы его знает тем более у нас в россии я не знаю там как у нас у нас у них там германия в италии еще там где-то в америке но у нас явно понятно что у нас народ он власть вообще не доверяет то есть у нас чиновников нет у нас есть чинуши и вот за то что у нас есть чинуши этот в первую очередь нужно вот жопу намылить вот этим самым чинушам потому что они не понимают то что чинуши гражданам людям они не нужны людям нужны нормальные чиновники так как сейчас дела обстоят вы никому не нужны ребята вам никто не верит чем там не было как там не был как бы вы там не старайтесь вообще стараетесь сейчас сказать тоже ни одному чиновнику не верю видишь там тут добрые дела там добрые дела первое что в голову приходит так это то что где-то моются деньги чё чем-то мне сделали у нас он центр облагородили неплохо башмакову красиво все хорошо но кого не спроси моют деньги кто-то себе в карман хорошо положил это не только мое мнение это практически мнение каждого кроме тех конечно кто в администрации те говорят да вот да там да то чё да нету было такого никто этому не верит также и то что с этим карантином с вирусом люди очень много этому не верят с одной стороны правильное дело потому что вы свое время это все распустили я имею ввиду чинушку вам никто не верит вы просто-напросто для народу никто и звать вас никак вы довели до того народ что вот сейчас я не знаю атомная бомба полетит на россию вы скажете караул бежи бомбоубежище никто не побежит потому что вам чинушам не верю потому что вы не чиновники вы чинуши для вас нет народа для вас нет людей может быть вот со всей этой хренью может быть люди у вас появятся так вас нет есть только вы ваша карбушка и это все люди так считают вы никому не нужны совершенно вот народ то вам нужен чтобы было за счет кого кормиться а вот вы народу нет не нужны да они боятся что-то сказать да они не выходят на там я не знаю на забастовки да они не берут виллы да народ тупой ну вы им не нужны а вы этим просто пусть а насчет вот этого карантина я могу другой пример привести есть правило дорожного движения такое что пешеход должен переходить через дорогу через пешеходный переход особенно есть вот он нерегулированный этот пешеход пешеходный переход он считается вообще любой пешеходный переход он считается местом повышенной опасности так вот водители меня сейчас поймут вы обратите внимание как у нас люди переходят там хорошо кто-то умные с опаской смотрят там едет машина не едет машина задумывается дурак за рулем не дурак у нас есть как еще есть это правило удд уступи дорогу дураку а есть люди которые у нас просто вот идут вот через пешеходный переход им пофиг потому что им положено место уступить когда их сбивает они вот как-то пытаются доказать что было положено хотя можно было всего в этой избежать быть повнимательнее все так вот к чему я это сейчас уж поверишь во все это да хоть поверишь хоть не поверишь один хрен все один хрен ты дураком будешь но ребята но переходя дорогу то нужно как-то это смотреть по сторонам как вы так этому относитесь вы вот девяносто девять процентов населения скажет нас медицина хрень тут же на себе рвёт фуфайку пиздует на улицу он там развлекается ваши дети бегают я вот сегодня видел толпа детей шла и это нормально чё там но медицин у нас говно власти нас говно если медицина вот по логике если медицина говно блять копай букер блять иди там нет у нас медицина говно фуфайка на распашку и вперед с песнями с пьянками гулять у нас все это хорошо это все нормально чё там да у нас медицину я не скажу что у нас впереди она может быть у нас и впереди у нас к людям отношений у нас любой врач это маленький чиновник а у нас чиновников нет у нас чинушек врачи дай бог если он хорошо отучился да он учился больше пяти шести лет да и когда он приходит получать зарплату в 20 20 25 тысяч я мода убьюсь насрать на пациента я согласен с вами ну вы-то головой-то думать елки-палки если вам говорят что там вот ты пойдешь если и на тебя кирпич упадет наверно туда не не стоит ходить вы не будете фуфайку рвать и кричать что в меня ни один кирпич не попадет нет мы туда же блять и придемся к этому кирпичу чтобы вот он проверить попадет или нет зачем проверять него что нельзя по-человечески как ты это самый вам государство дало конечно их когда я услышал месяц еще дома сидеть у меня у самого жопа зачесалась придется сидеть наверно я не за то чтобы вы не смотрели фейки я не за то чтобы вы смотрели что-то на у нас информация избыток но включайте голову смотрите эти фейки оцениваете их надо понимать что происходит то люди умирает то не умирает в нашем сми нашей власти верить никто не верит и я в том числе прочитаешь и задумываешь сидишь правда это или неправда то ли просто пугает то ли еще чё то так что вот так вот не знаю будет что-нибудь с этим видео монетизируется нет чёрт вы знаете так что детей держите свои сами головой думаете у нас некоторые предприниматели даже те которые торгуют пищевыми продуктами собирается закрываться и может быть даже закроют чётки это дело какое-то серьезное если государство людей заперло по домам что-то наверное в этом видит а чёрт там будет мы там посмотрим я где-то в комментариях писал в ответ что вполне вероятно после всего этого мы вообще проснемся в другом государстве хорошая она будет или плохой хребт бы и на хороший чё-то не надеемся а плох к плохому привыкли в дом посидеть надо я думаю в этом-то ничего плохого нет дети мать малолетние шляются вечерами днями где не попадя у них каникулы едить вашу мать вы что их за хобот не можете взять что сидеть сука дома ищи все сегодня вот шоу толпа идет шляется просто-напросто шляются да ну а если они где-нибудь у нас я не знаю какого-нибудь там приезжего встретят да просто с кем-то подерутся елки-палки на кого-то зараза пролипет они же к вам домой придут а вы потом будете доказывать почему у вас машина сшибла на переходе а потому что положено едите вашу мать вам положено в дорогу ступать ишь вы какие у нас царито ваш ребенок он выживет если сболеет а вот вы выживете вам гораздо больше лет чем ему мало того что вы у вас есть родители которые еще старше что с ними то будет что вы будете делать как вы это все понимаете все спасибо что осилили смотреть до конца